добрый день уважаемые подписчики мы приступаем на нашем канале фарфоровые сокровища и драгоценная посуда осмотр фарфоровых трио от немецких производителей вот есть такое замечательное очень интересная с красной каймой трио видите какие шикарные цветы ярко выражены но да вот красный желтый синий да ух здесь есть небольшой недостаток 3 скол на десертной тарелке вот а производитель производитель к сожалению мне ни о чем не говорит может быть профессионалы если смотрите это видео не такие любители как я смогут подсказать кто является производителем данного 3 а мы двигаемся дальше да это у нас шуман шрайдер немецкая фабрика видите какая ручка низ у чашки тоже фигурный ну и блюдца в основном присутствует оранжевые и желтые цвета параллельно я буду вам рассказывать разные истории лайфхаки чтобы совсем не наскучил просмотра вообще возможно эти видео удобно смотреть вечером лежа в постели и если я вас убаюкает то ничего страшного видите блин на блик блику я специально я это делаю для того чтобы увидели что состояние нового здесь золотая кайма такое осеннее я бы сказал следующее как вы думаете что это ну профессионал уже определили по ножке или по рисунку сейчас увидите какая фигурная ножка золотая кайма также и есть какой-то листочек внутри а с этой стороны мы видим что это эльфенбайн тарелка она от газет наверно грязная немножко есть немного потертости на блюдце рисунок очень красиво и гармонично вписывается в центре кстати все что вы сегодня увидите кстати все что вы сегодня увидите можно вместе с ценами увидеть на нашем телеграм-канале это ширдинг сорок восьмого года печать ставилась на клеммах здесь есть небольшие потертости или называют еще следы бытования профессионалу я называю потертости или царапины как есть так есть вот так следующее ты его будем смотреть а это старинное трио от известной фабрики худшин ройта отделение в городе арсберг бавария ручка смотрите какая интересная клево блюдце смотрите помимо букетов расположенных как лепнина красиво смотрится клеймо с 1918 по 1945 год ставилась есть небольшие мушки которые появляют появляются когда при обжиге фарфора вот следующее у нас трио кто скажет что за трио если вы думаете что я такой умный и знаю сразу что это такое алька бавария нет на самом деле предварительно посмотрел и подготовился для того чтобы сидеть тут и умничать на самом деле когда их визуально увидел еще нет такого опыта чтобы сразу говорить что это такое хотя вот у альки особенно как военных годов если говорить сорок пятых годов у них характерно на чашке ножка такая интересная они очень похожи сравнивать быть а мы двигаемся дальше какое болотное зеленое трио хорошая вещь для коллекционера цветочек внутри есть небольшие потертости видите надеюсь на на этом на окружность у и ручка оскар шали 1950 года по 90 ставились такие клейма блюдцев в очень хорошем состоянии зеленое золото и белое очень выгодно и интересно смотрится у кого кухни в подобном сочетании может очень приятно вписаться подобное трио сейчас публиковать чтобы вы видели состояние нового по крайней мере блюдца и десертной карелки ладно идем дальше я наверное слишком быстро вам показываю не успеваю вам рассказать про лайфхаки или как лайфхаки они называются красиво как алька бавария состояние нового видите как будто только что из печи вышла чайная трио да кстати параллельно вам когда все таки расскажу лайфхак если попробуйте это классно все получится берете правую руку но естественно нас пять пальцев данной руки большим теплым пальцем нажимайте лайк и да будет вам счастье сегодня это вот неизвестная фабрика кстати тоже в энциклопедии порылся а так и не нашел какая фарфоровая фабрика выпускала подобное трио также просьба профессионалам фарфористом как правильно говорить если кто-то посмотрел удостоил внимание моему видео подскажите пожалуйста какая фабрика выпускала подобное трио тоже интересно по новогоднему как-то смотрится красный золотой белый красиво ну есть небольшие следы бытового следы бытования на большой тарелке едва заметны вот так выглядит клеймо с короной и ножницы или шпаги что это такое бавария ладно а мы переходим дальше вот у нас еще одна красавица приехала или красавица это тоже алька бавария видите я же вам говорил что у них рисунок разный фарфор тонкий уроки удобно ножка похожая как и у предыдущего трио ух здесь видны следы бытования в центре блюдца а эта тарелка совсем новая вероятно кто-то пользовался но не очень активно следующее трио что же такое ухо красиво смотрится космос или авангард золото белое и какой-то пунцовый или это у нас winter link да мы кстати с супругой планируем летом замечательная стертость потертости есть немного планируем съездить в один немецкий город где есть большая фабрика фарфора фарфоровая и вот посетить там музей посмотреть что у них там есть но мы переходим следующий интересно какие-то морские мотивы ну для меня по крайней мере каждый же видит что-то свое winter link вашему вниманию господа очень красиво и интересно кружочки какие-то пятнышки полосочки как этот стиль называется не знаю но очень интересно оригинально не похоже на что-то другое необычный рисунок золото ведь переливается новая как говорит серёжа муха не сидела а нет наверное сидела он . есть так что у нас с десертной тарелкой все замечательно тут не сидела идем к следующий чашки ох это шикарный проездной фарфор птичка весеннее или осеннее но не снегирь клюв разъявила хорошо не разъявила открыла птицу поет это наверно мужчина поет там женщина снизу сидит бург линдау вот такой вот такая вот фарфоровая фабрика снизу оригинальная форма все в дырочку птички а еще и бабочки смотрите по краям или мотыльки в общем такой настрой был интересный у художника да что за птица то кто знает птицеводы биологи и другие в травке сидит грудка красиво здесь клюв закрытый наверное одиноко не с кем разговаривать а я вот сижу как один в комнате и разговариваю сам собой надеюсь вы слышите меня следующая трио адуванчики но не желтая розовый или это клевер филателисты синенькие лютиков нет это у нас цен какой-то дзен шерцер не могу сказать в каком году ставилась клеймо но чайная трио новая опять у кого-то в серванте стояла люди если будете приобретать у нас такие такую красоту обязательно пейте хотя бы часть них радуйте себя вот как я уже сказал под этим видео будет ссылка на телеграм она будет действовать в наш закрытый клуб только неделю можно будет перейти и посмотреть все эти за мальтаса трио какую цену и что еще не продано там же и сервизы хрусталь бокал и все остальное камыши нарисовал нарисовала какая-то фарфоровая фабрика это представляете в эту женщина может может подарить который любит на рыбалку представляете он так что тут написано плохо видно мужу подарить и представляете все там пиво водку на рыбалке а он так чинно и благородно достает чайная трио это мне чайку и оттопырив пальчик чай пьет ну и по крайней мере на второй день следующая чашка с розочками winter link кому нравится такая чашка ставьте лайк и пишите обожаю winter link низ чашки похож кстати немного на альку но только более такой расширенный конусом к снизу блюдце интересный орнамент а золотой и вот она розочка красавица скоро на дачке у нас зацветут тоже розы я жена любят цветы вот у нас каких только нет на даче германия кстати дача у нас в аренде только поляки и русские там что-то сажают но это отдельная тема вот следующий эльфенбайн тоже очень оригинально смотрится синий золотым мне кстати очень мне лично очень нравится такое сочетание цветов как я говорил я люблю кобальт золотом но и желтый синим помню когда раньше мы в россии жили в омске в детской я сделал пока жена ходила в роддом за дочкой я ремонт сделал и в детской наклеил обои синие с желтыми звездами да было очень красиво это трио тоже очень красиво смотрится немного есть следы бытования по окружности видите центре чуть-чуть потертости есть а так в целом все замечательно слышу чей-то храп спать нельзя у нас следующая трио перламутр или как мне подсказывали горе скуль фирма получается как мне подсказывали люстровое покрытие тоже очень нравится вот кобальт и вот такое решение я просто обожаю мне для глаза для моего очень приятно также мне очень нравится еще цветное стекло кстати обязательно запишу видео у нас есть несколько фужеров из комбинированного цветного стекла хрусталь но это отдельная тема гкс бавария жаль что у нас только одно триодка видите есть немножко следы бытования еле заметные на блюдце очень красиво смотрится блестит при любом наклоне какой бы угол не выбрать переливается словно ракушка которую из моря достали красненькие цветочки не лютики так что у нас дальше следующее трио розочки опять там была одна здесь две похоже кстати эти два трио но здесь несколько по-другому расположен орнамент неужели это тоже винтерлинг да это винтерлинг золотое покрытие в отличном состоянии нет никаких следов бытования и здесь две розочки растут бьются ну что мы плавно подходим к завершению осталось совсем немного очень интересно я называю такие трио инь и янь йохан зельтман 1945 год потому что здесь такой интересный переход из черного в белый и он настолько плавно что незаметно где все-таки это граница есть оригинальная форма блюдца видите не круглая форме цветка интересно в центре словно это как янтра мантра или как называют у людей которые йогой занимаются раскрасить можно на ножки вижу потертости а это что за чашка у нас такая интересная камера сфокусировать цветочек ну да здесь потертости не только на ручке но и на ножке чашки есть следы бытования винтерлинг ух сегодня ажиотаж по вертами винтерлингу может вам музыку лучше включить а не мне болтать кстати вертали винтерлинг семидесятых годов это винтаж следующее блюдце а вы кстати знаете чем винтаж от антиквариата отличается антиквариат это более 60 лет а до винтаж это у нас шердинг до 78 до шердинг до 78 года выпускались подобные чашки с тарелочками по моему 45 надо посмотреть у нас есть энциклопедия немецкая в этой книге с 1710 по сегодняшнее время все фабрики указаны узор такой по краю у нас интересный есть десертная тарелка красиво красиво яркий букет цветов в центре замечательно звеним маленькой посудой а то совсем нет нельзя на этом мой обзор заканчивается всех люблю целую обнимаю приходите к нам telegram пишите как другую тебя на канале пишите как москва пишите вау до пишите пишите пишите